Ближний Восток Из любого населенного пункта Кировского района Северной Осетии до Ирана рукой подать. Речь, конечно же, идет об одноименном селении. Это место в двух километрах от федеральной трассы. Это место по-осетински Яран. Именно так назвали территорию своего будущего проживания первые поселенцы, когда нашли соответствующее место. Рядом речка и лес. Со временем словосочетания Яран стали произносить слитно и оно стало звучать не иначе, как Иран. Совпадение с названием государства на юго-западе Азии случайно предупреждают приезжих местные жители. А недавно в маленький населенный пункт проездом по Пяти в Пятигорск заглянул заинтригованный посол Ирана в России Мехди Санаи. Недавно в нашем селе был посол Ирана. Подъехал к администрации иранского сельского поселения и сфартографировался вот именно на этой табличке. Мне, говорит, не поверят там на моей родине, что я был именно в Иране, в Северной Осетии, что есть такое село, село Иран. Он нам сказал по-осетински. По-осетински он сказал «фар асран». Слова, сказанные дипломатом на прощание, значат счастье этому месту. Именно в поисках него в свое время и пришли на эту землю первые переселенцы. Годом основания села Иран принято считать 1927-й. Первыми на новом месте обосновались 25 семей из села Средний Урух. Одна из самых известных сельчанок Ирина Джибилова, тем, кто имеет серьезный интерес к происхождению Ирана, советует обращаться именно к ней. Ирине Сергеевне действительно есть что рассказать. Даже свое имя она получила не просто так. Родители, первые здешние поселенцы, назвали Ириной, что было созвучно с Ираном. Первая невеста была моя мать, когда сюда переселились. Потом родился у Касановых мальчик. И назвали его Иранбек. Потому что это село назвали Ираном. Хорчевали, а потом дома строили. Дома не кирпичные, а плетенка из глины. И делали дома. И тогда уже село было похоже на село. На плодородной иранской земле выросло уже не одно поколение. Село и сегодня, несмотря на повсеместную урбанизацию, крепко стоит на ногах. А сельчане признаются, делают все, чтобы их дети и внуки остались жить на том самом месте, которое почти 90 лет назад терпеливо и настойчиво обживали первые поселенцы. Для молодежи есть условия для занятий спортом и творчеством. Но главное в них воспитывать любовь к национальной культуре, к своим корням и маленькому Тебеев Вести Аланья. Продолжение следует...